Для консолидации населения власти Таджикистана будут использовать имам хатибов. Визит министра обороны России в Таджикистан. Двухдневный семинар на тему «Роль религиозных лидеров в чрезвычайных ситуациях» проводился в городе Харок, Гбау. Мероприятие организовано Международным комитетом Красного Креста и Комитетом по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Республики Таджикистан, направлено на обсуждение роли религиозных лидеров и лидеров общин в чрезвычайных ситуациях. «Данный семинар является прекрасной возможностью для религиозных лидеров понять и работу спасателей в чрезвычайных ситуациях», говорит полковник Забиров Зариф из КЧС. «Мы предполагаем, что религиозные лидеры и лидеры общин должны играть более существенную роль в объединении общества и мобилизации его в решении гуманитарных последствий во время чрезвычайных ситуаций», отметила Клаудия Азолини, глава миссии МККК в Таджикистане. За последние два года МККК и Комитет по делам религии организовали подобные семинары в городах Куляб Хатлонской области и городе Исфара Сагдийской области. «Таким образом, режим Рахмона пытается использовать религиозных деятелей и имамов для управления населением в сложных и чрезвычайных ситуациях». 12 октября в Душинбе состоялось заседание министров обороны государств стран СНГ. Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Таджикистан на заседание глав оборонных ведомств, сообщает пресс-служба Минобороны РТ. В ходе встречи министры обсудили состояние безопасности на южных границах стран СНГ, в нынешних условиях обострения обстановки в Афганистане и странах Ближнего Востока. Наблюдатели отмечают, что Россия под предлогом наличия угрозы из Афганистана укрепляет свои позиции в странах Центральной Азии. Если бы в действительности существовала угроза, то до сегодняшнего дня она проявила бы себя. Примечательно, что в докладе Международной кризисной группы, опубликованном 9 октября 2017 года, ситуация на Афганно-Таджикской границе описывается следующим образом. Хотя ситуация на севере Афганистана ухудшается, большинство инцидентов вдоль таджикско-афганской границы, по-видимому, связаны с контрабандой, а не с попытками нападения на Таджикистан. Игил по-прежнему теряется в тени движения «Талибан», которые пока остаются крупнейшей вооруженной оппозиционной группой, чьи лидеры не проявляют интереса к территориям за пределами Афганистана. Более того, ядро Игил остается в восточных провинциях ближе к Пакистану. Торговцы на протяжении более двух десятилетий перевозят большие объемы наркотиков через афганскую границу, обеспечивая доход сотрудникам службы безопасности, которые в свою очередь поддерживают Рахмона и его внутренний круг. Продолжение следует...